Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы рады приветствовать на нашей передаче «Весь мир на моей стороне» и я с удовольствием, конечно же, приветствую нашу великую мать. Я Максим Самсонов. Ах, совсем забываю сказать про себя сначала. Я Максим Самсонов, да, и рад приветствовать нашу великую мать, мастера развития и совершенства человека Светлана Владимировна Новая. Светлана Владимировна, у нас 32 выпуск. С доброго времени суток, дорогие милые люди. Вот и тема сегодня интересная такая очень – раскрытие творческого потенциала. Многие вот акцентируют внимание на том, что вот творчество, оно как бы превыше. Вот как-то получается ведь не совсем так, да, в творчестве нет такого высокого развития. Вот как человеку вот донести, что творчество, оно только помогает, ну, выйти, так скажем, из каких-то унылых состояний, а долго на этом находиться, может быть, и не стоит? А, нет. Ну, само творчество, ну, понятие растяжимое, во-первых, огромное. Ну, давайте брать такие сбитые понимания, как рисование, пение там. Представьте, если бы человек вообще не выражал бы это. Это в таком материальном мире с такими устоями, ну, сейчас давайте возьмем в данном случае нашу страну, где уже потерялись ценности вообще всего практически и теряются с огромной скоростью. И, кстати, и сама система перестраиваться. Это же, смотрите, идет переход, огромный, огромный пласт работы, незнакомые работы. Но для одних кажется, что все обрушение идет, а для других это обновление. Творчество само по себе это выражение внутренней, какой-то части внутреннего мира, но не более того. И это не развитие, это выражение своего внутреннего мира. Развитие это чуть-чуть другое. Поэтому это лучше, чем постоянно там готовить еду, да, лучше порисовать или повышивать. Человек выражает потребность в этом, иначе он не сможет вырабатывать более высокую энергию, да, то есть он должен выразить это, иначе его разопрет и, как я говорю, и сделает его несчастным человеком. Поэтому люди рисуют. Сколько художников, а пьют, как сапожники, понимаете? Ну, разве развитие внутреннего мира подразумевает это? Конечно, нет. Сколько вышивают бисером, а осуждают, как последние эти, неизвестно откуда, из щади ада. Сколько поют, а такую унылость к себе и претензии, и неверия к себе испытывают. Вот. А это же все наработкой прошлых воплощений. Все, что человек делает, да, это большая заслуга очень прошлых воплощений у многих. А вот чувствительный человек, он же, ну, может, да, вот когда картину, например, возьмет и почувствует, в каком состоянии был человек, да, когда он писал эту картину? Ну, конечно. Здесь очень вибрационная несовместимость и несовместимость присутствует. То есть, одни подойдут, вот ты даже красиво написал картину, да, а одни подойдут только определенные люди к этой картине. Сейчас разделение, понимаете, реальности, пространств, процесс очень тонкий, еле уловимый, естественно, людей. Поэтому к вашей картине подойдут только определенные люди с определенными частотами, и вы должны это четко осознавать. Вот. Или, например, певица поет, да, к ней подойдут только определенные люди на ее голос, понимаете, да. Но, по сути, получается, творчество оно везде, во всех сферах жизнедеятельности. Конечно, конечно. Можно и, ну, в кулинарии даже. Везде, абсолютно. А если человек не будет этим красотой заниматься, то как он будет восполнять свои энергии, понимаете? Ну, конечно, они не такие энергии, когда человек развивается, который умеет, умеет все абсолютно делать с быстрой скоростью. И ему, если ему надо рисовать, если у него есть эта потребность, он будет рисовать. Если ему надо писать стихи, он будет писать стихи. То есть у него нет ограничений. В творчестве не должно быть ограничений и вообще в жизни. Почему? Потому что объемы энергии – это когда человек развивается со внутренним миром. То есть сейчас у нас развитие именно смена минуса на плюс. Дайте практику. Смена минуса на плюс. Да, смена… Вот вы рисуете, например, да? Да, то есть, допустим, вот вы рисуете или сочиняете стихотворение. В этот момент, если вдруг вы чувствуете, что у вас состояние становится таким тяжелым, сразу же переключайтесь, да? То есть так и говорите, да? Стоп, замри, преобразовываю в себе низкие состояния на высокие. Да, да, да. И быть этому утверждаете. Вот, ну, можно опять же тоже посидеть буквально там несколько минут, войти в свое талонное состояние, вот, войти в свою тишину, так и говоришь тоже, да? Я вхожу в состояние тишины, быть этому. Это тоже очень хорошая практика, вот. И в этот момент уже отпускаете ситуацию и потом переходите уже к делу. То есть, ну, так же продолжайте дальше сочинять, творить. Это очень важно, потому что творчество, почему люди еще, потому что это тишина, но не все же в тихом состоянии, понимаете? Поэтому вот это выражение, например, химик, химик, он занимается математикой в этом воплощении, а химию хорошо знает. А он забыл, что он ее хорошо знает, и у него тяга все равно идет к химии, понимаете? Здесь очень много тонкостей, чтобы люди разбирались и учились. Само творчество делает, конечно, более, знаете как, более красивую жизнь. Иначе, если у человека не проработан внутренний мир, он просто человек от уныния умрет. Он уйдет раньше времени, понимаете? Я помню, кстати, Томан Дерман, вы как-то рекомендовали даже в одном из выпусков наоборот взять, чуть ли не как бы себя за руку как бы и вытащить, и начать заниматься творчеством. Ну, то есть даже там попробовать, например, написать стихи какие-то, потому что это как поддержка тоже самое. Да, конечно. То есть некоторым людям это наоборот даже нужно, вытащить себя из каких-то вот этих вот состояний. Конечно, конечно. Вот дайте поддержку. Да, то есть, друзья, если вот почувствуете, что вот очень, да, такие вот унылые состояния, и уже практически как будто бы весь мир вот уже уходит из-под ног, вот, естественно, вы сразу же в этот момент... Маленькая ремарочка, весь мир-то должен быть на нашей стороне, поэтому мы дадем практики, которые как паслы делают, чтобы весь мир был на стороне, понимаете, на вашей стороне. Да, поэтому так и говорите, весь мир на моей стороне быть этому, я раскрываю в себе творческий потенциал быть этому, да. Ну, надо продолжить. Вот, и как только вы это сказали, сразу же переходите к действию, потому что если вы оставите, ну, это бездействие, то это только, ну, на словах, по сути, ну, как бы будет, и никакого эффекта не будет. А какое действие? Действие сразу же начинать, хотя бы записывать свои наблюдения в течение дня. Да, свои мысли. Вот, это уже поможет. А дальше, если у вас есть, ну, в себе вот этот вот творческий потенциал, и вы ранее когда-то писали стихотворение, то попробуйте еще раз, да, написать. Вот наверняка что-то получится. Кстати, я вот замечал, именно когда вот мне выпадает карта послания на созидание «Тишина», вот именно вот в этом состоянии почему-то идет поток разных каких-то вот мыслей. Ну, я могу сказать, что на все абсолютно, с чем мы сопричастны в материальном мире, нам нужна высокая степень энергии. Поэтому мы и с вами, и обучили себя вырабатывать ее, или хотя бы не загрязнять ее, не терять ее, а постоянно вырабатывать. Поэтому, смотрите, есть еще зацепки за творчество. То есть художник хочет быстрее нарисовать картину, и он аж трясется вот так вот, да, или бисером вышиваете, и то же самое. То есть если вас трясет, вам нужно заметить, что вы зацепились, это и зацепка за результат и за скорость ее исполнения. Вы зацепились, и, значит, обязательно остановить себя, преобразовать. Сейчас Максим даст эту практику. Но обязательно отметить, что вы зацепились за результат. Иначе вы не сможете это вышить картину только потому, что вы ее будете постоянно откладывать, и у вас не будет желания и энергии это доделать. Вот в чем дело. То есть наша задача, если человек занимается творчеством, обучить его, как сохранять энергию и увеличить. Ну вот, давайте практику. Вот, друзья, как только почувствовали, что вы зацепились за результат, так и себе говорите. Я вырабатываю в себе высокий состав чистой энергии, сохраняю в себе энергию, да, увеличиваю в себе высокий энергопотенциал и преобразую свою зацепку за результат, да. Вот, преобразую в высокие энергии быть этому. Да. Вот, и, естественно, немножко отойти, да, отойти от этого дела, оставить это ненамного. А потом дальше уже сами почувствуете импульс и уже перейдете к делу. Да, да, да. Вот такие практики, они вроде, знаете как, человек привык делать практики где-то там, куда-то пошел. А практики нужно делать каждую секунду своей прожитой жизни. Почему? Потому что именно так вы будете сохранять и увеличивать высокую энергию. И если вы не будете практиковать, вот что бы вы ни делали в мире, в творческом мире, да, вы постоянно практикуете, то есть смотрите ваши мысли, смотрите ваше состояние. Если надо, обязательно приключайте. Если мысли надо убрать, обязательно акцентрируйте. И писать, писать, писать за собой. Это тоже один из видов творчества. Потому что когда человек записывает эти мгновения, там, как я всегда говорю, и вам говорю, и всем, это бестселлеры, которые будут многомиллиардными тиражами выходить. Вот о чем разговор. Еще вот, Светлана Вероновна, когда даже к мероприятию готовлюсь, тоже себе, ну, подбадриваю, говорю тоже, да, я с великой благодарностью увеличиваю в себе высокие состояния, да, и моя речь четкая, ясная, понятная, приятная там быть этому, да. То есть вот такая поддержка, когда ты уже сам себе создаешь мероприятие, то есть там, где я провожу мероприятие, царит, значит, единение душ, я в высоких состояниях и передаю эту энергию своим, значит, ну, зрителям, клиентам, да, с кем я взаимодействую, быть этому. Вот тоже имеет смысл всегда подумать о себе через себя зрителям, ну, как бы своим клиентам, то, что ты передаешь, это высокий состав энергии. То есть это тоже надо осознавать. И когда ты вот эту поддержку уже самим собой проделываешь, то ты, когда выходишь, тебе уже легко становится. Ты уже понимаешь четко, что, да, мероприятие сложится как надо, все, потому что ты сам себе уже утвердил. Да, то есть ты не говоришь о мероприятии там или боишься или еще что-то, а ты уже создал себе мероприятие с хорошим исходом, понимаешь, но для этого нужно очень корректно задавать вопросы. Я о переключении творческой энергии, поскольку творческая энергия это сексуальная энергия, прежде всего, да, то есть она входит в состав сексуальной энергии, поэтому одно перетекает в другое. Вот, она является одним из гармонизаторов человеку, потому что, еще раз объясню, если брать плотность просто материального мира, который человек просто занимается, только он материальным, у него постоянно вот такой человеку идет недовольство. Почему? Потому что именно недовольство подсказывает человеку, что он неправильно действует в материальном мире, то есть он не выражает свой, не поддерживает свой внутренний мир, а то бишь душу, понимаешь, да, вот, и поэтому там идет недовольство собой, то, чего, где перекрываются полностью потоки. И у такого человека, конечно, ему нужно обязательно заниматься творчеством, обязательно. Я всем рекомендую. Или писать, писать стихи, писать прозы, не важно, как вы это будете делать, важно, что вы делаете это от чистого сердца в поддержку себя. Рисовать, кто любит, да, это, не все могут рисовать или не хотят, да, кто-то вышивает, пожалуйста, кто-то любое проявление музыкой хочет заниматься, кто-то, ну, спортивный, это вообще стиль жизни, да, человек спортивный должен быть, и там для себя какие-то упражнения придумать и жить в этом, вот. Я все-таки больше, ну, к творчеству еще сейчас, она же тема творчества. Вот, кстати, в магазине даже уникальных изделий есть замечательная книга для рисования. Да. Да, где происходит, ну, сведение со своими высшими, так скажем, устройствами. Энергетические, емкие такие рисунки, когда человек рисует, он уже, ну, их называют в простонародье мандала, а на будущее должны брать эти книги и показывать людям, так это, тогда это будет эффективно, вот. И, конечно, конечно, вот это творчество, оно поддержит человека на каких-то уровнях, оно не решит его задачи, естественно, духовной, потому что это не духовность, вот. Далеко не духовность. Это выражение внутреннего мира в материальном мире. А вот, Светлана Деровна, допустим, люди, кто уже приняли решение развиваться в вертикали, и вот если они своими руками что-то делают, они же могут потом, допустим, да, ну, например, написали картину, прислонили к себе, ну, и, так скажем, пожелали вот высокой энергии этой картине, и чтобы эта картина, получается, ну, радовала, может быть, душу там, тому человеку, которому передаешь. Можно же, да? Это тоже как… 10, конечно, она будет радовать. Как элемент, да? Какое творчество. Конечно. Все, что создано, да, почему многие художники, они создают, например, рисуют картины, они даже и сердце не прикладывают, и уже она несет, потому что энергия была вложена, да, но кому она поможет, какая частотность людей, надо разбираться, конечно. При таком переходе она поможет 0,5 Гц, потому что человек не работает в высоком направлении, вот, и там очень много факторов, если я понимаю, куда вы клоните к зарядке, энергонанесении, работайте с этим, может, и получится у вас… А давайте мы дадим даже практику небольшую. Просто я знаю, с кем вы общаетесь, поэтому оттуда ветер ноги еще дует чуть-чуть. Вот, давайте все-таки дадим практику. Да, давайте дадим практику, Светлана Верновна, хотя бы, чтобы наши слушатели поэкспериментировали, чтобы они тоже попробовали, ну, так скажем, нанести какую-то энергию, информацию и проверить потом… Нет, сначала пусть они создадут материальный объект. А, материальный объект сначала, да. И там не надо ничего наносить. Этот материальный объект будет работать для людей, у которых 0,5,10 Гц – вибрация любви. Понимаете, они это почувствуют. Ну, то есть, так можно даже потом и спросить у того человека, как ты себя почувствуешь, да? Вот это в практику, да, да. То есть, вот смотрите, вы своими руками создаете что-то, да? Да. Не важно, что это, картина там, из бисера, может быть, какие-то произведения искусства, даже стихотворения. Да, да, да. Если эго непроработанного человека и дать ему сейчас эту практику, вы понимаете, что может быть. Поэтому, послушайте, это же эфир, надо быть аккуратными. Поэтому пусть человек создаст, и уже вот эта энергия, она пойдет… Как правило, когда человек творчеством занимается, у него распертое эго, он с ним не работает. Понимаете, да? Нужно все делать по готовности. Тогда вот хорошая практика – отследить свои состояния в момент произведения. Да. То есть, когда ты творишь, отследить в себе какие состояния. О чем ты думал в этот момент? Да. Допускал ли ты какие-то негативные мысли? Осуждение, может быть, да? Оценку какую-то давал. Да. Может быть, зацепился там за результаты, или, может быть, корысть какая-то проявилась. Или эго. Эго, да. Вышло прям какое-то… Конкуренция. Конкуренция, да. Да много что может. Это на самом деле очень интересно в момент этого творения, когда ты творишь, и самого себя просматривать. Вот так скажем. Поэтому я тебя и повернула в нужное русло. Понимаешь, да? Сколько слетело людей, да? С уровня, как я говорю, богов. Летели, а назад не могут вернуться, между прочим. А сейчас переход. Эта тема обширная. Поэтому вы, когда создаете, делайте все с тишиной хотя бы, да? Ну, кто-то говорит любовью, пожалуйста. Делайте это все в тишине. И тогда частотность на этом изделии будет более высокая. Как говорят, душу греть будет. Да, да, да. Это точно. Конечно. Но, кстати, можно же даже просто, ну, самую простую, да, практику дать. Когда ты что-то сделал, обязательно пожелай, чтобы те, кто соприкоснулись с этим, они увеличивались в высоких своих состояниях, в высоких энергиях. Ну, да, да. Можно же так, да? Конечно. Конечно. Потому что это, на самом деле, я замечал. То есть, ты даже если статью какую-то пишешь и стараешься, ну, как бы про себя эти моменты проговариваешь, и больше отклика именно от этой статьи как раз-таки получается. Да, да. Потому что идет закладка. Да, да. Нежели ты просто как-то так отписался и все, и закончил с этим. Просто это вам легко, насколько вы выработали уже более высокий уровень энергии. А людям, которые все-таки находятся в трехмерном сознании и в трехмерном пространстве, им это будет сложно. Они один раз скажут, остальное время они выпадут. Даже одного могут не сказать, забудут просто. Вот. Поэтому мы вам рекомендуем все-таки развиваться, потом вам будет очевидно, как это все делать. Вот. А что такое развитие? Это полная работа самим совершенством. Это сейчас тормоз для всей эволюции человечества. И вот основное донесение хотелось сказать. Запомните. Если вы не будете просветляться, высветляться и работать с собой, те ситуации, которые будут происходить, вы их просто не выдержите. Ни по каким статьям, ни по каким законам. Какое творчество. И вы их допускаете. И вы их допускаете. Те люди, которые, ну я подумаю, что я не буду, кто-то будет развиваться, а я там сзади спины сяду. Вот вы понимаете, о чем сегодня разговор? Дело в том, что основное донесение – все события в мире происходят только из-за развития людей. Вот если духовное развитие высокое, там события будут менее-менее. Ну как вот коронавирус отменили? Вы что думаете? Это просто так было? Раз – и внезапно исчез, как и появился. Вы что думаете? Это все зависит только от развития людей. Хотите – верьте, хотите – нет. Но это факт, который не требует доказательств. Почему? Потому что когда человек светлый, ему не нужны доказательства никакие. Он чувствует, что это так и все. Применяя вот эту возможность эфира, я вам доношу именно вот эту истину, чтобы вы могли подготовить себя к более высокому рывку, а не быть в трехмерном сознании и в трехмерных этих качелях от эго до гордыни, от борьбы до ненависти и тому подобное. Ну, дуальный мир. Трехмерный мир – это дуальный мир. Там спокойно себя чувствовать практически невозможно. Ну, вышли вы на природу, понаслаждались, домой пришли, а там хоть когти рви. Там все внутри рвет, понимаете? Там внутри, потому что оно не проработано вами. Поэтому творчеством люди занимаются и занимаетесь – это хорошее выражение себя. Но оно не решает основное донесение всех вопросов человека. Именно более высокого уровня и вырабатывание чистой энергии. Да, благодарим вас, Светлана Владимировна. И давайте еще, может быть, небольшой анонс сделаем, что 22 сентября у нас в 2022 году, в этом году, 22 сентября в Music Media Dom будет великое и уникальное представление, на которое должны попасть, особенно все те, кто проговаривает весь мир на моей стороне. Да, да. И женщин мира, да. Которые именно сегодня идут на переход, именно эти женщины и сегодня желают великих изменений для себя, для своей семьи, для любимых своих мужчин. Потому что по-другому это не работает. И это национальная идея, которая еще родилась только первый раз, которой аналогов просто нет. Вот, и поэтому вы принимайте решение и действуйте. Вся информация у нас, маленькая информация, маленькая толика на сайте. Вот это слово «нравится Светлана новое» вы должны подкрепить действием. То есть у нас есть и онлайн трансляция, и есть живую. Вот, она по-любому состоится и по-любому мы готовимся к этой грандиозной встрече, именно чтобы передать вам все возможности, которые наработаны вот именно за столько лет, за 12 лет, уникальных возможностей. Это передача высокой энергии мира, которая должна сегодня именно применяться как инструмент во внутреннем мире. Вот такое оно. Да, ну и мужчины должны помочь, конечно, своим женщинам, купить им билеты. Ну а женщины, в свою очередь, должны хотя бы создать, чтобы у них появились такие возможности. Да, как минимум. Можно отложить все что угодно, можно брыкнуть и что угодно. Еще раз говорю, от каждого из нас зависят сегодня реальные события в мире. Вот какие вы их создаете, такие они и будут. Неужели это так трудно осознать, что все изменилось и прежнего никогда больше не будет в этой жизни. Все только новое, но новое идет через, для многих, через разрушение. То есть нужно уметь, знаете, как на волнах этих плыть, а не под волнами, где мы уже так недавно были. Вот, ну, на этой ночи, я думаю, что весь мир на нашей стороне. Великая благодарность вам, да, Светлана Владимировна. Весь мир, конечно же, будет на нашей стороне. Да. До скорых встреч. До скорых встреч и ждем вас на нашем великом представлении.